Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня расскажу, как приготовить домашнюю гранолу, которая будет вкуснее магазинной. Более полезный завтрак, чем гранола, трудно представить, потому что запеченные овсяные хлопья с сухофруктами, орехами содержат массу витаминов и микроэлементов. Также радует, что гранолу можно приготовить впрок и каждый день наслаждаться вкусным завтраком, не тратя время на его ежедневное приготовление. Для приготовления гранолы я беру обычные овсяные хлопья небыстрого приготовления. Те, что готовятся 2-3 минуты, не подойдут. С ними гранола не будет рассыпчатой, по-настоящему вкусной. Рублю орехи ножом на небольшие кусочки. Сухофрукты хорошо промываю и заливаю теплой водой. Я выбрала светлый изюм без косточек, но можно использовать и другие, например, клюкву или курагу. В глубокой миске смешиваю овсяные хлопья и рубленные орехи. Добавляю мед и растительное масло. Перемешиваю руками, тщательно соединяя сухую часть с медом и маслом. Получится довольно липкая масса комками. Выкладываю гранолу в форму или противень. Разогреваю духовку до 130-150 градусов и запекаю овсяные хлопья 30-35 минут. Каждые 7-8 минут перемешиваю гранолу деревянной лопаткой. Можно использовать ложку. Это важно. Гранола должна хорошо и равномерно пропечься. За 5 минут до готовности добавляю граноли, просушенные на бумажных полотенцах, изюм. Сразу после духовки кажется, что гранола влажная, но по мере остывания она становится рассыпчатой и хрустящей. Остывшую гранолу пересыпаю в банку или контейнер с герметичной крышкой и храню в холодильнике не больше двух недель. Используя разные орехи и сухофрукты, я каждый раз получаю новый вид гранолы. Иногда добавляю ко всему этому щепотку корицы и вкус получается более ярким. Вкусных вам завтраков! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!